Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот бегемотика по имени Томбик. Это у нас турецкий турист, вот по этому значку можно определить. Он приехал в Турцию покупаться в Средиземном море, у него есть вот такие вот симпатичные плавки и вот такое вот полотенце. Рост данной игрушки 29 сантиметров. Вяжутся ножки, туловище и голова одной деталью, но ручки и ушки у нас связываются по ходу вязания. Пришивная только мордочка. Итак, для вязания данной игрушки я вам расскажу, что нам понадобится. Понадобится плюшевая пряжа трех цветов. Основного цвета я на этот раз выбрала номер 8325. Далее плавки и полотенца я буду вязать цветом 8320. Полотенце у нас трехцветное будет, то есть вот эти вот края будут вот этого цвета темно-серого. Далее вместо вот этого голубого будет светло-серый и будет еще белый цвет. Итак, темно-серого и белого цвета нам понадобится немножечко. Не смотрите, что у меня целые моточки, просто в остатках у меня не было этих цветов и я купила вот новые мотки. Итак, далее и белый цвет и темно-серый в игрушке, которую будем вязать вместе с вами, еще будут у нас вот узорчики. Там будут использоваться эти цвета. Узорчики на ручке и на ножках. Далее нам понадобится не плюшевая пряжа двух цветов. Тоже совсем чуть-чуть понадобится. Это понадобится нам на на вышивание бровей, что совсем светло стало. И белая не плюшевая пряжа. Это вот на вязание шнурочка для плавочек. Далее нам понадобятся глазки. Я использовала блестящие, размер 12 миллиметров. Конечно, было бы лучше, если бы у меня были бы сирые и блестящие, но сирые и блестящие у меня закончились, поэтому я здесь тоже буду использовать голубого цвета, как вот у данного бегемотика. Далее нам понадобится основной крючок. У меня это крючок номер пять. Вы же, кто не смотрел мое короткое видео, два способа вязания крючком плюшевая пряжа, то перед вязанием предлагаю его посмотреть, потому что там есть отличия в способах вязания и в размерах крючка, и это может потом влиять на размер игрушки. Поэтому рекомендую посмотреть перед вязанием. Ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео. Также нам понадобится вспомогательный крючок. У меня это крючок 1,9 миллиметров. Это такой помощничек. Далее ножницы, маркер для отметки рядов, швейная игла и швейная нить. Это мы будем пришивать мордочку. Далее нам понадобится вот таких вот два пластиковых круга диаметром 3 сантиметра. Это мы будем вставлять в ножки, в подошву. И нам понадобится наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. И прежде чем приступить к вязанию, я расскажу вам, какие цвета я использовала при вязании вот этого вот готового бегемотика. Итак, на плавке и на полотенце и на узорчик, на ручках, на ножках я использовала темно-синий цвет джинсовый 80341. И основной цвет это 80306. Ну и белый цвет это 80301. И кстати, может кому будет интересно, имя Томбик в переводе с турецкого толстяка. Итак, давайте же начнем вязать этого толстяка. Начнем наше вязание с вязания ручек. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. Один, два. Во вторую петлю от крючка, провязываем 6 столбиков без накида. Один, два и шесть. В следующем ряду вяжем 6 прибавок, то есть провязываем в каждую петлю по два столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получится 12. Провязали. Далее можно будет отметить новый ряд маркером и следующие четыре ряда вяжем без изменения в каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, отметили новый ряд. Далее вот эту вот ниточку, хвостик зафиксируем на одной стеночке любой нам подходящей петли, чтобы в процессе игры с игрушкой ниточка не вылезла вот через эту серединную дырочку. Просто вот так вот достаточно на один узелочек и все. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 1 убавку, вяжем 2 петли вместе за передние стеночки. Далее повторим 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 1 убавку. Отмечаем новый ряд. Далее вот эту вот последнюю бабочку слегка распустим. На ней мы будем менять цвет пряжи. Берем пряжу белого цвета, довязываем последнюю бабочку и далее 10 столбиков без накида вяжем без изменения. Последний 10 столбик не довязываем до конца. На нем мы будем менять цвет пряжи. В моем случае это будет темно-серый. Провязали. 10 столбик без накида не довязываем до конца. Кстати, основного цвета пряжа не отрезаем. Далее новый ряд можно уже сразу отметить. Я это сделаю. Или берем еще один дополнительный цвет и довязываем 10 столбик без накида. Далее следующий ряд. 10 столбиков без накида вяжем без изменения. И последний 10 столбик без накида не довязываем до конца. На нем мы будем менять цвет пряжи. Будем возвращаться к основному цвету. Провязали. Далее берем пряжу основного цвета, довязываем 10 столбик. Далее следующий ряд провяжем без изменения. 10 столбиков без накида. И потом уже отрежем лишние ниточки. Провязали. Новый ряд отметили. И лишние ниточки отрезаем. Завязываем их на узелочки и прячем вовнутрь вязания. Далее наполним ручку немного наполнителем. Ручку наполняем не плотно и не до конца. Где-то 4-5 рядов конечных. 5 рядов вязания оставляем пустыми. Чтобы ручка плотно прилегала к туловищу. Достаточно. Далее следующие 9 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду 10 столбиков без накида. Провязали. Маркер можно снять. Складываем наше вязание пополам. И теперь 2 вот этих получившихся ряда провяжем вместе 4 столбиками без накида. 1, 2, 3. Четвертый столбик я провяжу крючком вспомогательным меньшего размера. На конце у нас остаются 3 петли. Сначала вводим крючок вот в эти 2 петли, протягиваем сквозь них рабочую нить. Далее сверху заводим вот в эту крайнюю третью петлю крючок и вытягиваем сквозь нее рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Далее протягиваем сквозь петлю ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь ручки. Так, первая ручка у нас готова, вторую ручку вяжем точно так же. Далее свяжем с вами ушки, берем пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Один. Два. Я чувствую, у меня этот бегемот будет покрупнее, потому что вот эта вот пряжа, она более взбитая, плотная, пухленькая. И так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. Далее в следующем ряду вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 прибавку. Далее 1 столбик без накида. 1 прибавка. И еще раз повторим эту комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Итоговое количество петель у нас в этом ряду должно получиться 9. Далее можно отметить новый ряд, чтобы не запутаться. И следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 9 столбиков без накида. Провязали, складываем наше вязание пополам и провязываем вместе 4 столбиками без накида. 1, 2, 3, беру крючок меньшего размера и провязываю последний 4 столбик без накида. Провязываю его меньшим крючком, он получается более аккуратный. Итак, протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик мы прячем вовнутрь ушка. Итак, одно ушко у нас готово, второе ушко вяжем точно так же. А далее мы с вами будем вязать мордочку. Берем пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем в обратную сторону, начиная со второй петли от крючка. Вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 8. Вяжем в последнюю петлю вяжем 3 столбика без накида. 1 столбик без накида. В ту же петлю второй столбик без накида. В ту же петлю третий столбик без накида. И теперь получается по этой стороне остались еще стеночки от петель. И так же вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 8. И за последнюю свободную стеночку в нее мы провязываем 3 столбика без накида. 1 столбик без накида. Туда же второй столбик без накида. Туда же третий столбик без накида. Далее по желанию можно отметить новый ряд маркером. и вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 5. 4, 4, 8. Далее вяжем одну прибавку. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем одну прибавку. и далее вяжем 8 столбиков без накида. Провязали 8 столбиков без накида. Далее вяжем одну прибавку. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 столбик без накида. И 1 прибавка. Вяжем без изменения в каждом ряду по 26 столбиков без накида. Провязали маркер. Снимаем. Он нам уже не нужен. Далее вяжем соединительную петлю. Протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Мордочка готова. Наполним наполнителями ее уже в процессе пришивания мордочки в голове игрушки. Далее вяжем ножки. Берем плюшевую пряжу основного цвета. Основной крючок. И набираем 2 воздушные петли. Один. Два. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Один. Два. И шесть. В следующем ряду провяжем 6 прибавок. Каждую петлю провяжем по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 12. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида. Плюс 1 прибавка. Такую комбинацию мы повторяем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали. Новый ряд отметили. Следующий ряд провяжем без изменения. 18 столбиков без накида. Но за перегородки между петлями. Покажу как это делается. Заводим крючок с изнаночной стороны в первую петлю. Выводим крючок на лицевую сторону. Далее. Заводим крючок с лицевой стороны во вторую петлю. И выводим крючок на изнаночную сторону. И вот между двумя петлями образовалась перегородка. И вот за эту перегородку мы провязываем первый столбик без накида. Далее. Заводим крючок во вторую петлю с изнаночной стороны. Выводим крючок на лицевую сторону. Далее у нас идет по счету третья петля. Заводим крючок с лицевой стороны в третью петлю. Выводим на изнаночную сторону. Вот она вторая перегородка. Провязываем за эту перегородку второй столбик без накида. И так мы вяжем до конца ряда. Всего провяжем 18 столбиков без накида. Я провязала 17 столбиков без накида за перегородки. И вот вяжу последний столбик без накида за перегородку. Ввожу в последнюю петлю крючок с изнаночной стороны. Вывожу на лицевую сторону. Далее вот она первая петля следующего ряда. Я завожу крючок в нее с лицевой стороны. Вывожу на изнаночную. Вот она перегородка. И за эту перегородку мы провязываем 18 столбик без накида. Все. Провязали. Отмечаем новый ряд маркера. И следующий ряд вяжем без изменения. Уже за привычные нам обе стеночки каждой петли. Вяжем 18 столбиков без накида. Провязали. Далее вяжем один столбик без накида. Плюс одна убавка. Такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель должно получиться 12. Последнюю убавку не довязываем до конца. На ней мы будем менять цвет пряжи на белый. Итак, провязали. Последнюю убавку не довязываем до конца. Новый ряд можно уже отметить маркером. Берем плюшевую пряжу белого цвета. И довязываем последнюю убавку. Провязали. Следующий ряд вяжем без изменения. 12 столбиков без накида. Последний 12 столбик без накида не довязываем до конца. На нем мы будем менять цвет пряжи на темно-серый. Пряжу основного цвета не отрезаем. Провязали. Последний столбик не довязываем до конца. Берем пряжу темно-серого цвета и довязываем его. Следующий ряд вяжем без изменения. 12 столбиков без накида. И здесь также последний 12 столбик без накида не довязываем до конца. На нем мы будем возвращаться к основному цвету. Провязали. Берем пряжу основного цвета. Довязываем последний 12 столбик. Новый ряд у нас отмечен. И следующий ряд. Вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Это в этом ряду мы начнем формировать колено. Далее вяжем 1 прибавку. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 прибавку. И до конца ряда вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Отмечаем новый ряд и отрезаем лишние ниточки. Завязываем их на узелочки и прячем вовнутрь вязания. Далее возьмем пластиковую пластинку. Вот такой вот кружочек диаметром 3 см. И вставим вовнутрь ножки. Но для начала все внутри, которые находятся у нас хвостики, мы их хорошенечко отодвинем в бок. Чтобы подошва была вот здесь вот плоская. Чтобы не были бугорки. Далее в следующий ряд вяжем без изменения 14 столбиков без накида. Провязали. Новый ряд отметили. Далее в следующем ряду мы закончим формирование колена. Вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Далее вяжем 1 убавку. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 1 убавку. И до конца ряда вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд вяжем без изменения 12 столбиков без накида. Далее наполним ножку наполнителем. Наполнять будем достаточно плотно. Но в то же время надо соблюсти меру, чтобы игрушка у нас не получилась каменной и тяжелой. Наполняем, берем наполнитель маленькими порциями и как бы втирая по внутренним стеночкам вязание равномерно внутри его распределяем. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Здесь нитку можно немного вытянуть и, оставляя небольшой хвостик, отрезать ее. Это будет готова первая ножка. Это у меня вторая ножка, поэтому ниточку я не отрезаю. Вот первая ножка. А по второй ножке мы вяжем не 4 столбика без накида, а 10. То есть я здесь еще провяжу 6 столбиков без накида. Это будет 5 столбик без накида, 6, 7, 8, 9 и 10. И уже продолжим с вами вязание бегемотика по имени Томбик в следующей, во второй части видео мастер-класса. А пока, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть. Спасибо вам большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok